Привет, бои-скауты! С вами Кьюбейт. Новый год близится, и кстати, с наступающим вас. Я не в новогоднем свитере, потому что очень жарко. Я, если бы был в свитере, я был бы весь к концу ролика мокрый, но очень жарко, хотя хотелось бы, конечно, к атмосфере и так далее. Совсем скоро мы все вместе переместимся в новый 2018 год, и там будут новые фильмы, новые мультфильмы, новые мультсериалы, новые сериалы, много всего нового, и, конечно же, вы отчасти в курсе, что там будет выходить, потому что весь год вы сидели в пабликах ВКонтакте, где постоянно выходят различные новости. Кстати, заходите в мою группу ВКонтакте, я обязательно вместе с этим видео выложу еще и пост со всем этим списком огромным. Сможете себе на стену, например, репостнуть, чтобы не забыть, в общем-то, и в течение года вспоминать. Открывать этот замечательный год собаке будет кошка, черная кошка, черная пантера, и выходит этот фильм 15 февраля. Его стоит ждать хотя бы только потому, что в нем покажут последний камень бесконечности, который в киновселенной нам еще не показывали, это Камень Души. Он находится в Ваканде, и это уже на самом деле практически очевидно, хотя я надеюсь, что будет все-таки какой-то интересный твист, и все запутают, и будет вообще прям вау в кинотеатре. Но в любом случае, фильм стоит ждать, потому что он красиво снят, это видно уже по трейлерам, он самобытен, нам покажут совершенно новый мир, который еще не показывали в киновселенной Марвел, новый супертехнологичный мир, новые костюмы, новые всякие фишечки общения с душами предков, и, конечно же, обалденные саундтреки. Следующий фильм, следующий месяц, 29 марта, выходит фильм «Первому игроку приготовиться». Это фильм от Стивена Спилберга по одноименной книге, кстати, уже готовится вторая часть, это сообщил после выхода официального трейлера, сообщил, в общем-то, писатель, который написал первую часть, он уже что-то готовит, и фильм выходит, и на самом деле он даже сильно относится к супергеройке, потому что там не только супергерои, там будет море всего, много различных отсылок, пасхалок, там есть Делориан, поэтому я ее обязательно жду. В полноценном трейлере показали, что там есть еще и Трейсер, то есть там будут не только такие, знаете, отсылки на ретро-вских персонажей игровых и культовых персонажей, но и, например, вот на таких новичков, как Трейсер. И это обалденно, только в одном трейлере там столько пасхалок, что мне даже страшно начинать просто смотреть посекундно, чтобы разбирать каждого персонажа. Это, короче, обалденно, и вам обязательно стоит дождаться. Действие фильма происходит в альтернативной реальности, где в будущем не все так радужно в реальном мире, поэтому, в общем-то, люди погружаются в виртуальный мир, смотрите ролики PlayStation VR, погружаются в виртуальный мир, и главный герой вместе с другими людьми, которые хотят заполучить колоссальное наследство, в общем-то, того человека, который создал весь этот виртуальный мир, он устраивает супер-пасхальную игру, и все хотят побороться за вот это огромное состояние. Следующий фильм в моем списке, это «Новые мутанты», выходит 12 апреля. На мой взгляд, это очень амбициозный проект, потому что, вот впервые, на мой взгляд, хотя нет, наверное, по комиксам хорроры уже снимали, но это было немножко не то. Здесь супергерои в жанре хоррор, и мне кажется, это интересно, это новый взгляд, потому что, я уже об этом не раз говорил, просто супергеройские фильмы, они стали немножко скучны. То есть, если раньше это было что-то новенькое, и спецэффекты все это дело спасали, то сейчас уже, ну, перенасытились люди тем, что просто супергерои просто дерутся со злодеями, поэтому их помещают в какой-то необычный жанр, типа как роуд-муви, бадди-муви, ну, я в смысле имею в виду... Я не знаю, как это перевести, вы поняли. Роуд-муви — это, например, Логан. Подростки-мутанты, нет, не черепашки, из вселенной Люди Икс находятся в лаборатории, где, в общем-то, над ними ставят опыты, им нужно разобраться не только со своими способностями и научиться их контролировать, но и сбежать из этой лаборатории, в общем-то, разобраться с людьми, которые ограничивают их свободу. По идее, должно быть очень интересно, тем более актерский состав вдохновляет. Здесь, наверное, даже говорить ничего не нужно. 10 лет киновселенной Марвел, 3 мая выходит Война Бесконечности, которая начинает конец третьей фазы, очень даже неплохо сказано. Четвертая фаза будет нечто великим, потому что, наконец-то, Люди Икс, Фантастическая четверка, Дэдпул, Кейбл и так далее вернулись в Marvel Studios, в киновселенную Марвел, они теперь тоже будут добавлены. И четвертая фаза будет действительно чем-то новым, и это будет небольшая перезагрузка. То есть, вот то, что мы видим сейчас, привычные персонажи, в 2019 году мы увидим их в последний раз, можно сказать. И, в общем-то, в этом году выходит Война Бесконечности, Битва против Таноса, Камни Бесконечности, Замесы. Я думаю, здесь ничего объяснять не нужно, просто ждем. Следующий фильм я сначала не хотел включать, но все-таки решил его добавить, потому что он тоже довольно важный. Это предыстория Хана Соло, это его сольник, там его будет играть совершенно другой актер, но вы знаете, кто такой Хан Соло, я думаю, объяснять не нужно. Называется фильм «Соло. Истории. Звездные войны». Как-то так. В общем-то, пока непонятно, что будет с этим фильмом, потому что постоянно менялись режиссеры, были какие-то проблемы на съемках, пересъемке, что-то вроде этого. То есть, вот какая-то непонятная шумиха была вокруг фильма, поэтому непонятно, что получится в итоге, годнота или нет, но фильм стоит дождаться, потому что, ну, проект тоже довольно интересный и история интересная. Он запускает сольники о персонажах «Звездных войн», которые мы уже давно знаем, но здесь мы увидим их в новом ключе, скажем так. 24 мая. История безумного наемника Уэйда Уилсона продолжается. Выходит он 31 мая. Дэдпул 2. Здесь тоже особо много говорить не нужно, потому что вы и так все об этом фильме знаете. В общем-то, история продолжается. История любви продолжается, если вы понимаете о чем. И правда, в этом году выходит не в феврале, не на 14 февраля, а уже ближе к лету. Может быть, даже это хорошо. И «Звездным войнам», именно Хану Салу, придется поднапрячься. Тем более, Дэдпул сказал, что он его по сборам уделает, и соревноваться там негде. Посмотрим. Дэдпул 2 обязательно ждем. И ждем полноценный трейлер. Из Дэдпула начинается месяц сиквелов, потому что следующий фильм это «Мир Юрского периода 2». Только недавно вышел первый трейлер. Я о нем немножко говорил. В общем-то, пока непонятно. Похоже на ремейк второй части «Парка Юрского периода». Посмотрим, что из этого выйдет. Первый фильм был очень интересным. Мне на самом деле безумно понравился, потому что это был новый взгляд на франшизу «Парк Юрского периода», которую все любят. Это культовая франшиза. Вообще, я люблю динозавров, поэтому жду и вторую часть. Но мне кажется, что она получится все-таки слабее, чем первая. Хотя, я надеюсь, что я ошибаюсь. 7 июня в кинотеатрах. Этот сиквел я ждал очень долго. Обведите 14 июня красным маркером, потому что выходит «Суперсемейка 2». Первая часть вышла в 2004 году. Я помню, как мне мама подарила диск «Суперсемейка». «Суперсемейка», я его прям пересматривал. Это был офигенный мультик. Мультфильм, извините. И, в общем-то, теперь выходит вторая часть. И она выходит в нужный год, потому что вот «Супергероика» находится и кинокомиксы, они находятся на пике своей популярности. Посмотрите, сколько кинокомиксов выходит только в этом году. Там около 9, наверное, таких прям суперпремьер. Ну, включая «Суперсемейку» тоже. А мультфильм, кстати, будет начинаться прям вот с того же момента, что закончилась и первая часть. Так что персонажи никак не изменятся абсолютно. И самое интересное, что первая часть, она была больше, скажем так, нацелена на отца и рассказывалась его история, и попутная история всей семьи. Здесь же, во второй части, будет сделан упор на мать. То есть будет показано, как она справляется со всеми детьми, как у нее получается там, в общем-то, дома со всем этим обходиться. И, конечно же, будет новый злодей. Это понятно. Хотя... Сиквелы, сиквелы, сиквелы. Это «Человек, муравей, оса», 5 июля. И я очень жду это продолжение, потому что первый фильм мне безумно понравился. Я, помню, ходил в кинотеатр, вышел с очень приятным ощущением. Тем более, «Человек, муравей» показал очень классные результаты для такого фильма. То есть в него особо не то, что не вкладывались. В него вкладывались, конечно, и его хотели сделать отличным фильмом. Но как бы никто не ожидал от него каких-то суперрезультатов. А он их показал и оказался очень даже годным фильмом. Так что вторая часть должна получиться здоровская. Тем более, там будет, знаете, такая... Это будет романтический фильм. То есть, опять же, жанр тоже с этим экспериментирует. Романтические фильмы. «Оса» у нас появляются. Будут искать старую «Осу», которую играет Мишель Пфайфер. И, в общем-то, я думаю, будет замес, который связан с «Войной бесконечности» и «Мстителями 4». И, блин, когда уже выпустят тизер? Даже «Суперсемейка» там маленький тизер показал, а «Человек, муравей» еще нет. Ждем, ждем, ждем в начале 2018. 26 июля выходит «Юные титаны вперед». Это будет мультфильм полнометражный. То есть, вы знаете, что выходит сериал, я о нем не раз уже рассказывал. Это детский мультсериал, но в целом его приятно смотреть, даже если вы взрослый. То есть, там очень короткие серии, они забавные. И это действительно интересный мультфильм. Хотя, понятное дело, что он сделан для детей, но он веселый, на мой взгляд. По моему мнению. И, в общем-то, выходит полнометражный фильм. Я понятия не имею, как будут выглядеть персонажи. Пока не показывали ничего, кроме там анимированного постера, по-моему. Как будут выглядеть персонажи, что это будет за история, будет ли он напрямую связан с мультфильмом. Хотя, я думаю, что да, и это было бы логично. Но, в общем-то, тоже стоит ждать. И, я думаю, тизер не за горами. И здесь у нас идет огромный промежуток времени, где не выходят супергеройские фильмы. И вот все, что связано с супергероикой, и такое вот прям, знаете, кинокомиксное. В августе ничего не выходит, только там в сентябре уже начинает подтягиваться. Но, в основном, начинается вся жара с октября. И, в общем-то, естественно, в этот список я не включил многие фильмы, которые я тоже жду. Но они просто не относятся, скажем так, к этой тематике. Так что, в 2018-м еще много прикольных премьер. Прикольных. Странное слово. 4 октября выходит кое-что очень сумасшедшее. Это Веном. Сольник Венома, где главную роль играет Эдди Брока. Играет Том Харди. Так что, это должно быть, по крайней мере, брутально. Там уже у нас заявлена женщина Веном. То есть, она будет действительно, вот эта актриса, играть женщину Веном. Это только совсем недавняя новость. Я думаю, там появится много сразу симбиотов. Каких-то особых спойлеров, которые я уже предполагаю, я не буду сейчас озвучивать. Может быть, как-то об этом чуть позже сделаю ролик. Когда появится хоть какой-нибудь тизер, намеки, фотографии. Вот прям, где видно симбиота. Потому что, пока есть куча фотографий со съемок. Например, вот как эти. Где Том Харди постоянно с кем-то дерется, с кем-то борется. Но все вот это вот, всего этого симбиота, всю эту черную жижу буду делать на компьютере. Поэтому, пока мы ничего этого увидеть не можем. Уже известно, что этот фильм будет основан сразу на нескольких серий комиксов. И будет брать по чуть-чуть у каждой. Я думаю, это очень правильный ход. Потому что делать из Венома тупо злодея. И делать главным героем злодея. Это было бы не совсем правильно. Потому что нужно было бы найти еще более страшного злодея. Да, конечно же, предполагали, что им будет Карнаж. И, возможно, так оно и будет. Но, вот как раз таки, сделать его антигероем, это очень хорошая идея. Тем более, вот в этой вселенной, где нет Человека-паука. И непонятно, как это все можно было связать. Тем более, я даже не знаю, будут ли они упоминать Человека-паука. В общем-то, Вена будет антигероем. Он будет, конечно же, бить злодеев. Будет с ними жестоко расправляться. Будет очень много жести, как заявляет сам Том Харди. Будет много крови, всего-всего. Тем более, этот фильм с 18+, с рейтингом R. Так что, будет в любом случае весело. Тем более, Том Харди покажет безумство. Но, Вена будет антигероем. И мирных людей, возможно, он трогать не будет. Хотя, опять же, наверное, будет какая-то внутренняя борьба с симбиотом. И она будет показана. И плюс, я уверен, что будут еще намеки или намеки. Или полноценные появления других симбиотов. Там, типа, как Токсин. Ну, Карнаж, я думаю, по-любому покажет. Потому что, без него было бы совсем как-то... Не весело. Следующий фильм из вселенной Людей Икс. Которая теперь уже переместилась, в общем-то, к Диснею. К киновселенной Марвел. И это, не знаю, хорошо или плохо. Мне нравилось, как развивалась вселенная Людей Икс у Фоксов. Но теперь, скорее всего, она прикроется. И самое интересное, что в Темном Фениксе они собирались вот развивать эту тему со Скруллами. В том, что есть какие-то инопланетяне, которые, в общем-то, давно уже находятся на Земле. И вот такое небольшое тайное вторжение устроить в их маленькой вселенной. Но, видимо, всему этому придет конец. И Скруллы переберутся в четвертую фазу киновселенной Марвел. Что не менее круто, а даже... Очень даже здорово. Я делал уже об этом видеотеории. Я о нем много раз говорил. В общем-то, показывали уже первые кадры из Темного Феникса. Пока никаких тизеров и трейлеров нет. Потому что фильм, в общем-то, практически через год выходит. Сюжет будет завязан на том, что в апокалипсисе Джин Грей наконец-то обрела эту силу Феникса. Она ее прочувствовала. И в новой части она ее настолько сильно прочувствует, что станет Темным Фениксом. И это, конечно же, огромная угроза для всего мира. Потому что Темный Феникс это одно из сильнейших... Ну, не существ, но, скажем так, это очень сильная сила в вселенной Марвел комиксов. И, в общем-то, людям Икс и их команде придется решить, что для них важнее, член команды или судьба всего мира. Снова сиквел Фантастические Твари Преступления Гриндевальда. Почему стоит ждать Ньют Скамандер или Саламандер, как вам удобнее, Молодой Дамблдор, Гриндевальд и покажут, наконец-то, его преступления, потому что всю первую часть он был таким, ну, типа, как тайным злодеем. Я не буду спойлерить, потому что, возможно, вы первую часть не посмотрели. Молодым таким... Ой, в смысле, тайным злодеем. И, наконец-то, нам покажут все его преступления, как и называется, в общем-то, фильм под заголовок фильма. 15 ноября стоит ждать. И, знаете, вот, наверное, вернется у тех людей, которые ходили каждый год... Я вообще в кино раньше не очень много ходил, я об этом рассказывал. Но, в общем-то, у тех людей, которые ходили на Гарри Поттера, когда были маленькими или не совсем, у них вернется это приятное чувство, когда они зимой идут на что-то, связанное с Гарри Поттером. Вот эту бомбезную картину от звезды хорроров Джеймса Ванна я очень жду. Это Аквамен, который выходит 20 декабря. Я немножко подглядел. 20 декабря выходит Аквамен. Я очень жду. Это, кстати, единственный фильм от DC в этом году. DC немножко проседает, но, как бы, ситуация сейчас такая очень шаткая у киноцелена DC. Напомню, что этот фильм будет являться, скажем так, становлением Аквамена. Это не будет предыстория. Это будет уже идти после Лиги Справедливости. Это не будет что-то там, знаете, какие-то флэшбеки странные. Нет, Аквамен возвращается в Атлантиду, в свое королевство. В общем-то, которое действительно принадлежит ему, должно принадлежать. И он может им править. Он, наконец-то, получит свой трезубец. Где будет трезубца? Дальше в этом фильме нам покажут черную манту. Нам покажут Орма, брат Аквамена, который и станет главным злодеем. Следующая картина. Это мультфильм, который называется Человек-паук через вселенную. Я о нем только недавно рассказывал. Посмотрите ролик, где я подробнее разбирал этот тизер. Где я говорил о всяких деталях. Кто участвует в создании и так далее. Я оставлю, наверное, ссылку, если не забуду. Это очень ожидаемый тоже мой мультфильм. Там будет главным героем Майлс Моралес. Я знаю, что все привыкли к Питеру Паркеру. В основном, особенно в России. То есть комиксы не так часто, ну как бы не так развиты, как в США. Там уже, ну, немножко попривыкли. Хотя тоже многие бомбят из-за Майлса Моралеса. Но здесь он предстанет главным героем. Хотя и появится Питер Паркер. И много разных пауков. Потому что это будет Спайдер Верс. Первый тизер уже вышел. Тем более там саундтрек еще, который не анонсировали Винса Стейплса. Который еще и в Черной Пантере. В общем, ой, прям зачетно. Это, как вы понимаете, сонник Бамблби из Трансформеров. Это как раз таки уже предыстория. Расскажут, что и как. Как он появился. Как он был военным сначала Трансформером. Очень много всего. Бамблби. Пока есть там кадры со съемок. Но никаких там тизеров, трейлеров. Ничего пока такого нет. Я не знаю, что говорить об этом фильме. Это предыстория Бамблби. Давайте уже посмотрим кинотеатров. Или какой-то важной, интересной информации дождемся. Та-дам! Бамблби. Какого там 20... 27 декабря его ждать стоит. Первое, что выходит из сериалов, это 16 января. Черная молния от Седаба. Во-первых, этот сериал немножко перенесли. Потому что он был запланирован на осень. Или хорошо получилось, наоборот. Или не очень. Но хотя из-за того, что январь, мне кажется, что не очень. Это история, скажем так, про пожилого... Ну, про ветерана супергеройки. Который ушел в отставку. Но ему нужно вернуться снова к своему супергеройскому костюму. Его немножко обновить. Потому что его семья в опасности. И, в общем-то, нужно защищать и семью, и его район, и город, и так далее. Он снова становится черной молней. Следующее, это Плащ и кинжал. Пока точная дата выхода неизвестна. Это сериал от Марвел в киновселенной Марвел. Что из этого получится, пока неизвестно. Первый трейлер выходил уже довольно давно, кстати. Так что я думаю, что вот тоже в январе или в феврале выйдет этот сериал. По-моему, будет 10 эпизодов первых. Это подростковый, романтический и в то же время супергеройский сериал. О двух подростках, которые когда-то в детстве встретились и получили, в общем-то, способности, которые их связывают. И, в общем-то, влюбились в друг друга. Вот что-то такое. Следующий сериал, это Титаны, который находится не в киновселенной DC, он просто сам по себе. Во-первых, он будет про Робина Дика Грейсона, который, вы знаете, что Найтвинг. И я не знаю, станет ли он Найтвингом в этом сезоне. Навряд ли. Пока будут показывать становление Робина. Уже показали он... Это я. Ладно, это не я. Но, в общем-то, показали уже актера, который играл в «Пират Карибского моря». Он в роли Найтвинга... Ой, в смысле, в роли Робина по Фрейду. Оговорочка. И также показали Ястреба и Голубя. И последний сериал, точнее, мультсериал, это Marvel Rising Warriors. Точнее, это Marvel New Warriors. Вроде как так. Это сериал о новых супергероях, молодых супергероях Marvel. В принципе, есть уже серия комиксов Champions, о которой я тоже не раз говорил. И, в общем-то, там будут сначала короткометражки о каждом персонаже. Вот примерно, как, помните, было с Человеком-пауком. То есть, короткие короткометражки, которые, скорее всего, выложат на YouTube, а может быть и нет. И потом уже сериал о том, как они будут вместе бороться со злом. Вот как-то так. Должно быть интересно, показывали только некоторые кадры. Полноценного ничего пока нет, только есть вот такой постер. Но персонажи интересные, ждем. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, вам помогло. Я напомню, что в описании я оставлю ссылку на пост со всем этим списком, где вы сможете репостнуть себе на стену и вспоминать, что вы там ждете, что вы, может быть, пропустили. Досмотреть или прочитать подробнее о каждом из этих сериалов или фильмов. Я оставлю ссылку на этот пост в группу ВКонтакте. Мою группу ВКонтакте. Поддерживайте лайком, если вам понравилось, если вам помогло, вам было интересно. Мне тоже это будет приятно и полезно. Оставляйте комментарии, что вы думаете. Дополняйте информацию и подписывайтесь на каналы. Там тоже ссылки есть в описании. Ставьте колокольчик, чтобы новые ролики выходили и так далее. Всем спасибо. Всем пока. Всех люблю. Не болеть, как я.